Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад провести виртуальный мост между маленькой Одессой и Одессой большой и настоящей, Одессой, которая у Черного моря. Сегодня с нами главный раввин Одессы, Раф Авраам Вольф. Приветствую вас! Добрый день, я очень рад быть с вами. Знаете, в последнее время уже идет большой вопрос, а где большая Одесса, а где маленькая? Непонятно, сколько отсюда уехали во время войны и сколько уехали к вам, что уже вопрос, большая Одесса это у Черного моря или у океана. Так что, ну, по-любому, добрый день и дай Бог, что мы удостоили, главное, радиться и иметь хорошее настроение, и здоровье, и жизнь. Уже не важно, где мы живем, рада, чтобы мы были здоровы и счастливы все. Которые одновременно с этим являются днем суда. Сейчас идет война. И во время войны мы видим людей, которые страдают, мирное население страдает невероятно. У меня есть одна знакомая женщина, которая сегодня живет в Израиле, которая рассказала мне в интервью, как она сидела 6 марта в городе Изюме в своем собственном доме и попала в их дом ракета, которая убила ее мать, ее мужа, ее сына и переломала ей ноги. И она 9 дней лежала в развалинах этого дома и думала, почему я выжила. И также думала о том, где справедливость. Если мы обращаемся к этой женщине и ко многим другим мужчинам и женщинам, которые потеряли своих близких и вопрошают, где же справедливость, что в преддверии Дня Справедливости и Дня Справедливости Сударуши Шона мы могли бы им сказать? Знаете, вы же мне сказали такую историю. Блин, наверное, я представила, как я историю, я услышал, в последнее время, и я начинал с мессией от людей, которые приехали из Ужес. У нас есть студент, который приехал к нам из Мариупол, и я начинал с мессией, когда там, что мне было, он не мухнет, если у мамы, и потом показала, что бабушка сгерела жевая, и мама, я ли, я ли, он бежала, она была в подвале, и я начинал с мессией. И они приехали в Удесса, и я помню, они у нас были на пасхане сейдер, и она седила, и плакала, и ридала, и седили много людей, и гастинция, и лонанская, и отрекатур, и с ней от Удесса. И в сейдер, и в сейдер, и в сейдер, мне не то, что спрошедшее, и она говорит, мы седим здесь, и праздник, и пьем 4 бакалвина, и меца, и... и агдиспроведливасти. Не было меня ответ, и ответит, агдиспроведливасти, потому что я не понимаю, божественные путами, и божественные проведения. Но я хочу вам сказать, может быть, вы этот вопрос меня не спросили, но вы начали, что мы предверли праздник Рошашоне, День Судья. А как может быть, что суд это праздник, и как может быть, что Рошашоне и Новый год будет и праздник, и День Судья, и... А где страх перед Судьем, и как мы можем сидеть и праздновать, и праздновать, и я в Касмьёдам, ответ, мы можем найти, в одной из молитвах, которую мы молимся в праздник Рошашана, День Кипури, в 10 дней Роскайна, между Рошашнами и День Кипури. Есть такая молитва, которая называется, «Овину Малкейну, на вопрос, как можно сидеть в праздник Рошашшана?» И он сказал, «Овину Малкейну, и он сказал, «Овину Малкейну, и я в Касмьёдам, и я в Касмьёдам, меня с ними мы не знали, Сингл-мадер, как я не знаю, на английский язык, «Сихни дитми». У нас около четыре студии, что я не знаю, что шесть месяцев в Берлин. В Гастинеце, как можно по-машкому, в Медевай, в Мита Матхиришколе, в Дицкисаде, в Университете, что она не параллельна, в Одесса, в Берлин, в Майя Жената, в Яздес, в Медед, в Туда, в Ябратна. И... Адин есть дитя, которые к нам пришел, вовремя война, в Мальчик из Ирпин, который пришел все Ужес, который мама его увидела все это Ужес, который там пресса שלа, и мама его оставила, я обижал его в Польше, мама оставила его в Польше, как ты, 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 он к нам попал, и как он себе явиол, я уже видел разные дитей, с тяжелой ситуацией, как это Мальчик, просто не мог себе, как он терял его, и как он себе явиол, он нас там в Берлин, и кидал, в Туле, в его воспитателе, и я стоял и думал, Боже мой, в чем виноват в этом мальчик, 12-летний мальчик, который видит, как убивает людей, это мягкое, то, что там было в этой Ирпин, и вопрос, что здесь справедливости не стоял перед моими глазами, мне просто было жалость, у меня эмоция переполнена была только рахамими, милосердия, на этого ребенка, я пытался его обнять, хотя он, не хочу сказать, но он в себя сделал, он не мог себя контролировать, и его обнять было очень тяжело, потому что запах был ужасный, мы пока привели его в парадок, в головах, это было очень тяжело, на несколько месяцев пока привели его в нормальное чувство, но у меня был больше вопрос, милосердия, а не справедливости. Я не стою и не спрашиваю у Всевышнего, объясни меня, почему ты так себя ведешь так или иначе, с той или с другом человеком. Буквально сегодня я разговаривал с моим братом из Херсон, Равин Йоси Вольф, я ему сказал, Йоси, наша задача не решить вопрос войны и мир, это не наша рука, это мы, мы не влияем на такие масштабные вещи, мы не влияем на государственные решения, на снарады, это не наша задача, наша задача, как минимум, в том, что мы можем умягчить жизнь людей, помочь им, обниять, послушать, объяснить, говорить, успокаивать, а вопрос справедливости, ну, знаете, царь Давид говорит в Терилим, ой тхуаваи кеонавтоби, придет время, когда Машиар придет, мы пемьем этого мира, мы пемьем, что произошло, мы будем благодарны за то, что Бог с нами так, так вью, скажем, в кавичке, так мучил нас, но пока мы кричим хватит, пока мы не имеем право сказать спасибо за мучение, истязно, что мы кричим хватит, хватит война, хватит нас мучить, но уже замучено, так что, по-жалу, дайте нам Машиар, дайте нам нормальность жизни, спасибо, мы скажем потом, наобрана, когда ты поймием, это мастер Ведлива, когда ты поймием, что произошло, почему произошло, на данный момент, каждый из нас обязан, максимально помочь, максимально то, что она не шерока, кто-то может попросить 100 гривен, кто-то может дать 100 донар, кто-то может дать, тарель ка буршт, Кто-то может кормить 400 женщин и детей в Берлин, кто-то может дать посыл, когда нуждаются люди в Берлин, каждый занимает все, что он может. Вопрос, который вы меня задавали от того женщина, где есть справедливость, или вопрос, который я вам сказал, который меня спасил, женщина в Пасхане вечер, когда они мне сказали, в будущем году построен Иерусалим, в будущем году в Иерусалим, она мне говорит, «Ты себя не чувствуешь, не в строительстве, где они живут люди, и все там было, она говорит, «Сгерела в Живая в Мариуполе, ты говоришь, будешь мгаду в Иерусалим, где Мариуполе, где справедливости?» Нету меня ответить. Но знаю я, что я пытаюсь быть честным перед Богом максимально, что я могу. Я делаю и надеюсь, что это все уже закончится, и у нас не будет вопрос о справедливости, я просто буду благодарен Богу за хороший, сладкий год, который он у нас. Я уверен в это сто процентов. Вы дали совершенно потрясающий и, на мой взгляд, великий по духу ответ, ибо в моменты тьмы мы должны быть источником света. И потому, когда мы видим вокруг жестокость, войну, кровопролитие, то все, что мы можем сделать, это облегчать страдания других людей и помогать им. И верить в то, что Всевышний, в конце концов, будет относиться к нам так, как мы относимся друг к другу. И он судит нас. Чуть лучше, чуть лучше. И еще даже лучше. И он судит нас так, как мы судим других, говорят мудрецы, в том смысле, что если мы судим других милосердно, то тогда мы также заслужим милосердия на суде. И все-таки я хочу задать вам еще один тяжелый вопрос. Есть люди, которые живут даже здесь, в Америке, которые говорят, о, украинцы, им полагается. То есть тоже обращаются к справедливости и говорят, мы берем справедливость, они проливали еврейскую кровь, им полагается. Когда слышу это, мне очень больно, потому что я в момент, когда вижу кровопролитие и страдания, я тоже считаю, что нам нужно помогать тем, на которых напали, или тех, кто страдают. Но как мы можем помочь тем людям, которые говорят, им полагается? Надо спросить у того человека, который говорит, им полагается, спросить его, знает ли он, что сказали некоторые люди, когда убили его бабушка и дедушка в Аушвиц? Может быть там тоже кто-то стоял там из детей в Бергенберзен, когда поезда ездили туда и сказали, а, им полагается. Как можно вообще думать об человеке, который страдает на этот момент, сказать ему положено, ему полагается, когда мы знаем, что он точно не виноват, что он точно не там. Я очень молчу о том, что погибают евреи тоже. Десятки тысяч людей теряли свои дома, а то и сотни тысяч людей теряли свои дома, теряли свои семьи, теряли свои будущие, теряли свои имущества, теряли... Эти люди, которые так говорят, знаете, сколько евреи сейчас, на данный момент, они просто бездомны... Шалтайдбертайдбертайдберт... Он всегда говорит, когда он говорит, что нету, 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 нету. Он говорит, что написано... Он говорит, что ему надо убить, побить надо, последить надо. Он говорит, ага, то есть ты дал суд, вот тебе твой отчет. И твой суд, не дай бог, будет такой, как ты сказал. И просто подумает, перед тем, что открывается рот, он говорит, это не положено, не полагается. Сейчас люди погибают. Я не знаю сколько говорят, что погибают около 500 человек в Украине. Это просто немисленные цифры. Страдают люди. Раны не просто... Я вижу этих сенаторий, больницы в Одесса, перефоны солдаты без звуки, без ноги. Это страшнейшим уже происходит. Надо просто думать то раз, перед тем, что она открывается рот. А если ты уже открыл рот, что бог, миласердия, аввинум млекейну, отец наш, владикан наш, останови уже этого. Знаете, я недавно разговариваю, когда женщина пришла, журналистка пришла, когда мне говорили, как вы там готовитесь к нового года, где он сказал. Знаете, почему они говорили, когда мы стояли в Рожешоне, в Юм-Кипер, есть такая молитва, он не санет ойкев, и там говорили, ты умеешь жид, ты умеешь мераи, ты умеешь, ты умеешьゴон, ты умеешь эпидемия. Я запрошаю, И вы понимаете, что в корона в Молитве очень хорошо выяснилась слов «квитод мегрифт». Китод эпидемия. И выясняю, что там такая корона. Да, конечно. Ребята, это очень важно, надо сказать что-то в каждом из books с конецентра, надо знать, что это не проблема. Не проблема. Потому что один из них знает, что мы знаем. Просто надо думать, надо открыть тролл только с благословением, с просьбой на лучший год, на хороший год, помогать друг другу и не думать, полагается или не полагается. Это вообще не в нашей компетенции сказать такие вещи, думать такие вещи, мы даже не имеем права. Это ошеломляющий ответ всем нам, потому что ведь в свое время царь Давид тоже осудил того человека, богатого, который отобрал последнюю овечку у бедного и сказал, умрет тот человек. И тогда пророк сказал ему, этот человек это ты. И отсюда как раз большим там заключается, что каждый раз, когда мы осуждаем кого-то и говорим ему это полагается, это мы на самом деле творим суд над самими собой, потому прежде всего должны спросить себя, а я? То есть начинать надо суд, и в этом, наверное, кстати, в этом и праздник, может быть, суда, что прежде всего человек творит суд над самим собой. И когда человек судит себя, то тогда небеса к нему относятся милосердно, правда? Ведь сказано, ты помнишь, все забытое. А что говорят по этому поводу мудрецы? Если ты забыл, то Всевышний помнит. А если ты помнишь и раскаялся, то тогда Всевышний забыл. Если ты сделал доброе дело и помнишь, разгордившись, Всевышний забывает. А если ты сделал доброе дело и не возгордился, забыл об этом, тогда как раз Всевышний помнит. И я хочу выразить огромную благодарность вам за то, что вы спасаете людей. В нашем предыдущем интервью вы сказали, что вы остались в Одессе и не уехали, несмотря на то, что эвакуировали общину и детей в Берлин, тем не менее пожилые люди, которые не могли уехать сами, остались. Если вы говорили самого молодого, по-моему, 90 лет, и вы остались спасать людей. И мы скажем, что Всевышний спасает тех и защищает тех, кто спасает и защищает других. Поэтому благословение вам и вашей общине. Несторая им, что максимум, дать чувствовать и в Одессе, которые сделали, что в Союзе и Диана, в школе работе, в школе работе, в школе работе, в Садик работе, в Садик работе, в Сенарон работе. А мы времена, дети, которые, детские годы, наши уехали в Берлин, они не чувствуют себя, что они их аппетиты, которые бросили. Наоборот, мы специально приехали, мы были с нами, мы сейчас покупаем, мы покупаем, мы им дежда, на рушишоне все получают новое туфли, новое пиджаки, девушка получают новое плату. Несторая им максимум, 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 что зависит от нас. Мы не можем сказать, остановить война. Меня Путин и Зеленский не спросит, что стреляет, куда стреляет и, когда стреляет и готова начать мирные переговоры. Но Бог у меня будет спрашивать, Аврум, ты сделаешь, что ты мог? Я думаю, что я ему скажу, уважаемый Аввину Малкину, как минимум я старался. Вы будете дуть шофар в Рушишану. И представим себе, что мы с вами, хотя мы не будем с вами по зуму в день Рушишаны, но виртуально, в душе, мы, наша община хочет быть с вами каждый день, и особенно в день Суда Рушишана, молясь вместе с вами о мире, и о добре процветании вашей общины в Одессе и всех общин в Украине. Что вы скажете им? Как слушать звуки шофара? Потому что звук шофара может быть просто бессмысленным звуком, человек не понимает, что это такое, так как есть люди, которые не понимают музыки. А можно объяснить, что такое звуки шофара? Там ведь есть разные звуки. Что не значит? Что-то звук шофара может быть просто бессмысленным звуком, а что-то звук шофара может быть просто бессмысленным звуком. В этом случае, когда звук шофара, мы произносим три вида голоса. Текея, шварим, труа. Текея это длинна, туу. Потом идет шофара, туу, туу, туу. А потом идет труа, туу-туу-туу-туу-туу-туу-туу. А что это звуки? Откуда появились такие звуки? В втором написано, что звук шофара должен быть текея, и елала, должно быть плачь. Как плачьет еврей? Есть крэкцн, а есть крэкцн. Есть старые еврейские, как плачьет. Крэкцн, ой, ой, ой. А есть своберемены еврей, като уник, квэкцн. Ой, 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 ой. И била, раз, не мнение, на север, держа ли стаарик крэкцн. Ой, 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 ой. А на юг. Били, буй на своберемены, а не плачьи ли. Буй на своберемены плачь. А не тру били, текея, на юг. И шварим, и труа. Ту-ту-ту-ту-туу-туу-туу-туу. На север? Трубили, текея, и шварим. Ту-ту-туу-туу. Седдил Раби Авау, ка трубили, ой, 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 ой. Втамут Баба Ман-Метси, я написан Анаштон, бил, еккрасиве, как якобы бейну, ебил мудре, он седдил на свобер, в кисар, я там, где седдил ли, римленни. И он скамиалал, давайте аббеденим этер двар звуки. Давай седдилем. текея, шварин, текея, ту, 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 потом ту, и потом сделали, как на юг, ту, 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 а потом сделали ту, что сделали евреи, взяли то, что сказал Раби Авуа, от юг, взяли то, что сделали на север, и дополнили, что сделали текея, шварин, текея. Сделали ли все? Что хотели еврейский народ показать? Очень важный вопрос, это я хотел сказать наш народ на рאשоне. Сказали, что у еврейского компромисс, это не как ми говорим по-русски, ни маю, ни тваю. У еврейского компромисс, это маю, тваю и наши. Будет и ткья шварим ткья, и ткья труа ткья, и ткья шварим труа ткья. Это нам открывает звук шофара, если мы хотим понять, осознать, что говорит нам шофар. Шофар говорит, когда у нас есть пол, не надо сделать, знаешь что, давай, не маю, не тваю. Это по-русски. Мы будем сделать по-еврейски, и маю, и тваю. Мы не будем уменьшать, мы возьмем сварадишеские поведения, аж кеназишеские поведения, чуть литовские, чуть хасистские. И не надо быть или твое, или мое, или не мое, не твое. Должно быть и мое, и твое, и наше. Вот так неудостоим иметь шарату вауми тукья. У одного Рэбе спросили, Всевышний сотворил все для величия своего. А зачем же тогда в мире атеизм? Рэбе ответил ему, для того, чтобы ты не говорил, Бог поможет. Сам помогай. Вместо того, чтобы спрашивать, где Бог, ты задумался, что Бог спрашивает тебя, где ты человек. И это тот ответ, который ты даешь в день суда. В день суда ты не приходишь к Богу с вопросом. Это вопрос, который Бог задает тебе, где ты человек, на который ты должен дать ответ. Кто ты, помогающий другим? Аека, 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 где ты? В этот как раз день Всевышний обратился к Адаму и спросил, где ты человек. И это тот вопрос, который мы должны дать, когда мы слышим звуки шофара. И поэтому я хочу попросить вас, чтобы вы нам продемонстрировали, как генеральная репетиция тех звуков шофара, которые будут звучать в синагогах в день суда и праздника Рошешоны, когда мы празднуем тот факт, что каждый из нас может прежде всего судить сам себя. В этом праздник. Я могу спросить себя, где я человек? Вот это я праздную. И мы хотели бы услышать эти звуки шофара от вас. И мол, я ему не смысла ничего. И мол, я И мол, я не знаю, про YES. Рожешение. Сsudята, мне theirs попрос Сейчас ему неex excuse. Спасибоzinho, что расскажут. Были о подчесть или что годах, когда hotsа шана? Он гордит п сердечная, Что самое главное, поэтому он хочет. Памечистой, ztumi он неэ или он? Яр, Адар, Буква Аль. Потом, последняя Буква. Месяц Тишры Прихоли говорит нам подумайте, пожалуйста, где вы будете в конце слезо шагов? Потому что мы заходим в жизин и тут же у нас сколько вопросов, которые я на данный момент появился от колеса, который спустился, от врач который надо подойти, от врача, от врача, от врача, от врача, от врача, от врача, и мы не думаем о гравне и глобальне. Нахаса, дитей, жизин, здоровья. Мы думаем, что врача на коротке, а мы не думаем, у нас нету перспектива на конце, где мы будем через 10 лет, как будем сибирать вести через 20 лет. Праздник, в прошлом, праздник студия, день студия, и говорите нам, остановите, и думаете, чуть более великой, большой, глобальне, мисслими, знаете, есть, знаешь, кто-то, я слышал, но в ней не ка, витазнаете, но это так важно. На самом деле, дал 2 доллара, голодный такой человек, и постоял в стороне и посмотрел, чем он сейчас будет заниматься, куда он будет тратить эти 2 доллара. И он увидел, что человек зашел, купил себе булочки на 1 доллар и на 2 доллар купил цветок. Он к нему подошел и спросил, а чего цветок? Он говорит, булочки я купил для того, что было, а чего жить? А цветок я купил для того, что было, зачем жить, в смысле жить. Вот этот тишрей, это последняя буква в алфавит, которую теперь мы смотрим на перспективу. Зачем ты просишь у Бога сегодня хлеб в рожде шана? Понятно, что мы просим хлеб. Мы просим хлеб, но вместе с этого мы трубим шофар и кушаем яблоко с медом. То есть думайте в этот праздник не только о сегодня ежедневной материальной жизни. Подумайте чуть-чуть на перспективу, что мы хотим достиг в нашей жизни, поэтому тишрей начинается с последней буквы, а не с первой буквы. В молитвах хорошей шаны, казалось бы, должны были быть просьбы, дай мне парносу, дай мне хороший заработок, дай мне хлеб, дай мне то, дай мне это. А на самом деле там только говорится, дай мне трепет перед тобой всевышний. там нет просьбы дай, там только есть просьба найти место свое в этом мире и как я могу сделать этот мир лучшим местом для людей и для Бога. То есть там человек ищет свое место в этом мире во имя чего я живу. И по сути это и есть судный день, потому что ты не то, что ты думаешь, а ты о чем ты думаешь. Если человек в день сюда приходит и говорит, дай мне то, дай мне это, он определил себя человеком, который только и думает о том, как бы взять. А если человек приходит в синагогу и говорит всевышний, дай мне разум, понять, как помогать людям, дай мне деньги и силы для того, чтобы помогать людям. Этот человек определяет себя совсем другим человеком. Кто-то мне когда-то сказал, что я прошу у Бога деньги, но я прошу даже, что я могу давать вздохи. Я прошу длинный жизни, что я могу воспитывать мои дитей. То есть я прошу материальности, но как минимум играю перед него, что я хочу это для духовной. Знаете, как-то я с ним взаимные отношения, правильные, нахожусь в субок же язык. Да, материально, но что от него сделает духовный мир. Это вы сказали не то, что правильно, а просто изумительно. И в этом смысл того, что мы поднимаем бокалы и говорим лихаем. И многие наши евреи, которые даже никогда в своей жизни не заходили в синагогу, они просто не знают, что лихаем – это главная молитва Роша Шона и Йом Кипура. Мы просим о жизни, и мы не просим о жизни существования, а мы просим о жизни вдохновенной. Потому, кстати, в Роша Шона дует шуфар, подобно тому, как Всевышний вдохнул жизнь и вдохновил человека душой. Так же мы должны вдохновить себя. Он вдохновил так же, и мы должны вдохновить, подобно Всевышнему, вдохнуть в себя жизнь и напомнить себе то, что многие говорят по-русски. Мы не живем для того, чтобы есть, а мы едим для того, чтобы жить. Об этой жизни мы молимся, о жизни вдохновенной, осмысленной, полной смысла и святости. Это и есть сама суть святости. Я хочу вас поблагодарить еще раз, обнять вас и сказать, что мы очень скучаем, хотим приехать скоро, увидеть вас в Одессе, если только в планах Всевышнего не привезти нас всех уже в этом году в Иерусалаем, который будет отстроен в наши дни. Дай Бог, что мы встретили в Иерусалем с Машиах, но если не дай Бог, какая-то задержка будет, и вы будете до этого уже в Одессе, чай, сахар и лимон за нас счет. Приезжайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok